Сегодня я расскажу вам про МДФ фасады Так называемые плёночные МДФ фасады Ещё раз расскажу, может кто-то не видел моего старого обзорчика Благосостояние людей постоянно уменьшается Хотя говорят, что всё супер-пупер классно Это всё брехня То есть в принципе Люди сейчас переходят на заказы Именно мебели с вот такими фасадами В принципе, вы уже все видели Вот одна из этих кухонь с такими фасадами Это плёночный МДФ фасад Качественная плёнка Она имеет очень неплохой вид В принципе, по сравнению с краской, конечно, вид не такой Но с двух метров можно сказать, что вы даже и не отличите В принципе, недостатки какие? Ну, плёнка боится температуры И плёнка боится, конечно же, влажности То есть если вот сюда будет попадать температура и влажность Особенно сюда Ну, в принципе, сюда тоже Ну, особенно на стыках Влажность и температура То плохая плёнка отклеится в течение, не знаю, там, недели Ну, хорошая продержится, не знаю, там, разные Есть сроки От года до трёх лет В любом случае Плохая плёнка отклеивается всегда Хорошая плёнка, ну, может продержаться Если на неё не воздействует теплом и влажностью Может продержаться и 5, и 7 лет, в принципе Ну, фасады что? Могут быть тоже любые Толщиной Это 16-й, может быть 19-й Там, 22-й В принципе, в плёнке может быть и больше Для фасадов больше, там, 22-го не применяется В основном 19-й, 16-й Что ещё? Есть ли большие поверхности? Если у вас будет большая поверхность То есть большой фасад, очень большой Там, ну, не знаю, метр 20, метр 50, цельный То желательно 19-й фасад Потому что плёнка под напряжением Выгинает, в принципе, любой фасад И всё То есть краска не деформирует под напряжением МДФ Поэтому там такой эффект практически отсутствует Так, ну что, всё, в принципе Пока всё, что я хотел сказать Продолжение следует... Продолжение следует...